Даже для хищников жизнь может быть не такой уж простой, ведь им приходится бороться и с более опасными животными, чем они сами. Хотя иногда на вид эти животные вовсе не кажутся настолько уж опасными. Например, кто бы мог подумать, что льву стоит опасаться гиеновидную собаку. Гиеновидная собака – хищное млекопитающее, из семейства псовых, о чем говорят и повадки этого животного. В переводе с латыни их научное название означает «расписной волк». Собственно, ближайшим родственником гиеновидной собаки является красный волк, внешность которого весьма похожа на гиену. Внешне гиеновидная собака выглядит как довольно крупное животное. Ее рост в холке – порядка 75 сантиметров. В длину, не считая хвоста, животное достигает 1 метра, а хвост добавляет ему еще 40 сантиметров. Весят гиеновидные псы примерно 35 килограмм, что позволяет им безо всяких проблем за один прием пищи съесть 9 килограмм мяса. При этом животное обладает поджарым легким телом и сильными длинными конечностями. Одним из отличительных признаков гиеновидной собаки является крупная голова, на которой расположены большие уши овальной формы. Узор на шерсти каждой гиеновидной собаки уникален. Обычно это пятна белого, черного или рыжего оттенка на буром фоне, расположенные асимметрично. Мощные челюсти и длинные зубы позволяют этим хищникам запросто разгрызать кости. Обитают эти животные в саваннах, гористых местностях и пустошах с небольшим количеством кустарников. Гиеновидные собаки живут стаями от 10 до 30 особей. Возглавляет клан пара из альфа-самца и альфа-самки. В стае царят довольно миролюбивые отношения. Все ее члены относятся друг к другу весьма дружелюбно. К беззащитным и слабым особям проявляют заботу. А сильные взрослые собаки довольно эффективно сотрудничают. Кроме того, внутри стаи наблюдается четкое распределение обязанностей. Самок в стае гораздо меньше, чем самцов, чье количество превышает наличие женских особей примерно в три раза. Причиной тому регулярное перемещение молодых самок в другие стаи, тогда как самцы способны создавать собственную стаю, если им не захочется оставаться в той, где они родились и выросли. На здоровых членах семьи лежит обязанность по добыче пропитания не только для своих детей, но и для старых и больных сородичей. Стая постоянно перемещается в поисках пищи, поэтому у нее нет одного постоянного места проживания. Активность этих животных больше всего проявляется в светлое время суток. Утром и вечером группы, состоящие из нескольких особей, выходят на охоту. И если обычные собаки в процессе охоты больше используют обоняние, то гиеновидные обычно пользуются зрением. Эти животные отлично бегают, могут развивать скорость до 60 км в час. Таким образом, чтобы догнать и поймать животное среднего размера, им потребуется около 25 минут. Более крупную добычу они будут гнать до тех пор, пока та не выбьется из сил. Чаще гиеновидные собаки охотятся на копытных животных, но нередко их добычей становятся и хищники. Порой даже львы, живущие поодиночке, могут попасть на обед гиеновидным собакам. Разумеется, одна собака навряд ли сможет справиться со львом, но если они нападут в стае, то царь зверей будет обречен, у него просто не останется шансов. В процессе охоты собаки общаются с помощью различных звуков. Помимо лая, они умеют издавать смех или похожее на птичье щебетание. Объект охоты может даже не подозревать в этот момент, что ему угрожает опасность. Сейчас гиеновидные собаки взяты под охрану в заповедниках, так как их популяция сильно сократилась. Их осталось не более 5000 особей. Субтитры создавал DimaTorzok